что за компьютером кто сможет прочитать там сегодняшнее чтение сколько-то стихов с толкованием я смогу да я подготовлю а братья у нас 12 часов 6 июня 2021 года воскресенье собрание наше интернет содружества интернет общины помолимся во имя отца и сына и святого духа христос воскресе из мертвых смерти смерть поправ и сущим во гробе в живот даровав христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе в живот даровав христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим во гробе в живот даровав святый боже святой крепкий святый бессмертный помилую нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Господи Иисусе Христе, Сын Единородный Безначального Отца Ты сказал причистыми устами Твоими, без меня не можете делать ничего Господи, веруем в Твои слова Помоги нам, сие собрание нами начинаемое, с Тобой совершить, Господи Благослови нас, положи нам на сердце, что нам сказать Положи на сердце нам, за кого молиться, Господи Чтобы нам открылись болезни и проблемы других людей Господи, чтобы мы не были беспечны, но были заботливы О каждом члене тела Твоего, Святого Церкви Твоей Господи, мы Тебя благодарим за все, и хвалим, и почитаем Отец, Сын и Дух Святой Аминь Так, чтение сейчас сегодняшнее календарное Мир тебе, брат Ездра Мир им принимаем Давай, Николай Минут на пять, там на семь Экран видно? Да Сегодня длинный достаточно фрагмент из Евангелия Атеана Читается, и я бы его все-таки полностью прочел, потому что у меня потом будет чем поделиться в связи с ним Ну, если что, остановите За литургией читается Евангелие Атеана, девятая глава, с первого и почти по тридцать пятый, по-моему, стих там, до конца, в общем, практически Евангелие Атеана, девятая глава, с первого и по второй стихи И проходя, увидел человека слепого от рождения Ученики его спросили у него Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым Толкование блаженного Фефилакта Господь уходит из храма, чтобы укротить сколько-нибудь гнев иудеев Ибо, как он мог согрешить, прежде рождения своего? Апостолы, вероятно, не разделяли языческого суеверия о том Будто душа, прежде соединения с телом, живет в ином мире И за грех, как бы в наказание, не сходит в тело Будучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать Ибо подобные мысли принадлежали мудрецам Итак, вопрос кажется неразумным Но не для внимательного Ибо знай, апостолы слушали, как Христос сказал расслабленному Вот ты выздоровел, не греши же Чтобы не случилось с тобой чего хуже Евангелие Теана 5.14 Теперь видят слепого и недоумевают И как бы так говорят Положим, что тот расслаблен был за грехи Но что ты скажешь об этом? Он ли согрешил? Но для этого, но этого нельзя сказать Потому что он слеп от рождения Или родители его Нельзя и этого сказать Потому что сына за отца не наказывают Итак, апостолы в настоящем случае Не столько спрашивают, сколько недоумевают Слагать грехи отцов на детей Ни в чем не виноватых, несправедливо Это внушает и Бог через Иезекииля Да не будет у вас больше поговорки этой Отцы ели кислый виноград А у детей на зубах оскомина Иезекииля 18.1.2 А через Моисея постановил законом Да не умрет отец за сына Второзаконие 24.16 И исход 34.7 Это приговор не всеобщий Сказанный не обо всех А только о тех, которые вышли из Египта Потом смотри и на смысл приговора В нем не говорится, что дети Наказываются за грехи, совершенные отцами Но что наказание за грех отцов Переходит и на детей Которые, когда дети совершали Такие же грехи Чтобы вышедшие из Египта Не думали, что они не будут наказаны Тем же, чем отцы их Хотя бы согрешили и хуже их Говорит им Нет, не так Грехи отцов То есть наказание перейдут и на вас Потому что вы не сделались лучшими Но совершили грехи такие же И даже худшие Если видим, что нередко и дети Умирают в наказание родителям То знаем, что Бог берет их Из здешней жизни по человеколюбию Чтобы в жизни не делались хуже родителей И не прожили на зло своей душе Или даже многих других Но бездна судеб Божиих Сокрыла эти случаи В самой себе Евангелие от Иоанна 9 глава 3 С 3 по 5 стих Иисус отвечал им Не согрешил ни он, ни родители его Но это для того, чтобы на нем явились Дела Божии Мне должно делать дела Пославшего меня Доколе есть день Приходит ночь Когда никто не может делать Доколе я в мире Я свет миру Толкование блаженного фефилакта Скажешь, что света лишен И какой вред от того, что лишен чувственного света Напротив, он более облагодетельствован Ибо вместе со зрением телесным Он прозрел и очами душевными Слепота послужила ему на добро Так как через исцеление от нее Он познал истинное солнце правды Итак, слепец этот Не обижен, а облагодетельствован Потому что всякий, занимающийся Словом Божиим Должен знать, что частицы Для того, чтобы Нередко употребляются в Писании Для обозначения не причины А самого события Бог дал язычникам знания Не для того, чтобы они согрешая Были безответны Но для того, чтобы Они не грешили А как они грешили То вследствие сего Знание следовало Сделало их безответными Выражением Для того, чтобы явились Ла Божья Указывается не причина, а следствие Ибо через исцеление слепого Прославился Бог Мне должно делать их Пока есть день Пока длится настоящая жизнь И люди могут веровать в меня Потом наступит ночь Когда никто не может делать То есть веровать Ибо делом Наказывает Называет веру Итак, в будущем веке Никто не может веровать Настоящая жизнь есть день Потому что мы в течение ее Как днем можем делать Хотя апостол Павел И называет ее ночью Частью потому Что здесь неизвестно Совершающий добродетель Или порог И частью По сравнению со светом Который озарит праведников В будущий век Есть ночь Потому что там Никто не может делать Хотя апостол Павел И называет его днем Потому что Праведные явятся во свете И откроются дела каждого Итак В будущем веке Нет веры Но все будут повиноваться Желающие и нежелающие Доколе я в мире Я свет миру Ибо учением и явлением чудес Просвещаю души Но по времени Вот мы вписались уже здесь В заявленный регламент Тогда дальше просто не читаем Спасибо, Христос Виталию позвоните Пожалуйста Ну вот так Братья хотел С хорошей новостью поделиться Вот билеты На 4 июля Взяли Все Слава Богу Где-то там Может недели 3 назад Пытались билеты взять Я пытался Да Я Вот Александр Борцов Здесь с нами поедет Даст Бог Елена Перелыгина С детьми Моя жена Екатерина То есть где-то 6 человек Это уже 100% Так вот Где-то 3 недели назад Я пытался Почему я и написал Чтобы молились-то особенно Билеты такие дорогие были По 7 тысяч примерно Плацкарт И плацкарта было мало То есть не вместе даже сидеть И 7 тысяч примерно Что цена 6-600 Такая цена 6-700 Ну Невозможно было А купе цена была Ну 12 тысяч 11 тысяч Ну и какое-то такое сочетание Ну билет это брать надо было Но тут частично денег не было Частично там Как-то собраться не могли Я где-то раза 3-4 садился Даже Николаю писал Говорю помоги там Что-то не могу с билетами Он меня там тоже с человека сводил С человеком И у меня не получалось взять билеты То есть у меня голова чуть ли начинала болеть Как-то я это вкладывал Ну так трудно было это Как будто не время Ну не время Ну вот сегодня Слава Богу Батюшке позвонил У него благословился И сразу пошел билеты брать Здесь в интернете Да И смотрю Плацкартов-то почти нет А купе есть Но цена Дешевле чем плацкарт За 4 тысячи примерно Билет вышел Один 4 тысячи Представляете Купе И при том все вместе Мы там едем практически Ну близко То есть одни целое Полное купе То есть вот тут все молились Это ответ Божий Однозначно Так дешево купить билеты Ну это вообще Я даже сам удивился Думаю Хорошо что тогда мы не взяли Слава Богу Вот такая радость Так что 4 июля 6 человек В Потеряевку Мы выезжаем 6 где-то прибудем Также еще на меня Выходили уже тоже Несколько человек Ну вот один точно Еще Андрей Тоже из Татарстана Тоже смотрят Они уже как подготовленные Они Ну каналы вот эти Смотрят Игнатия Тихоновича И вот буквально Завтра или послезавтра Я с ним буду беседовать И может быть Он тоже с нами поедет Андрей зовут Тоже прошу молиться Вот из новостей Таких По поводу приезда Вот это только Так что давайте Братья кто Или сестры Кто чем Есть чем поделиться Можете сейчас высказать Все Только камеру Не забудьте включить Техника не слушается Виталик тебя слышно Ну вот Ну хорошо Я скажу И замолчу У меня вообще Он меня не слушает Скайп полностью Я Ну возьми Если есть возможность Да нет Я вот щелкаю Если есть возможность Возьми тоже билеты Поеду Так же обратно Давай не будем брать Пока обратно А там на месте Можно будет Ну давай Давай Так Все хорошо Я тебе возьму У нас вот с этого Потом ты деньги вернешь Потому что я с этого фонда Который мы тут накопили Который накопили Вот с этого фонда Эти деньги Ну да Так что простите Так что простите Вы меня отключите Я У меня вообще Я Что-то Он не слушает Меня программу полностью Хорошо Хоть Случилось Так что Братья Кто Тоже Смотрите Пишите мне Кто готов Ехать Или Кто В Московской области Там где-то в Москве То Николая Можете писать Николай А ты когда планируешь Ехать в итоге У меня билет 9 июня Из Москвы Вечером Прошу молит Чтобы мне доехать И беседы Чтобы были хорошие Евангелие Наверное Тоже Если успею Возьму Чтобы пораздавать Там Хотя Одному Конечно Это не так Но Тем не менее Ну вот Так что Прошу молиться Чтобы мне благополучно Добраться Там билет Только до Корчена Еще Владимиру С Юрием Предстоит Там Ехать 20 километров Меня встречать Поезд не останавливается Как я понял Под Степном Я взял до Барнаула Москва-Барнаул Но В надежде Что он вдруг Под Степном Все-таки Остановится Но если нет Тогда в Корчена Сойду А получается Ты 9 июня Выезжаешь А там Будешь 9, 10, 11, 12 Ну там братья Знают Я им прислал Билеты Так что Уже Там Все Есть у них Что я не понял Ты едешь Москва-Барнаул А что Разве должен Поезд проходить Мимо Под Степного Но он всегда Там останавливался И в прошлом году Мы так ездили А сейчас Поменяли И почему-то Он Под Степной Не проезжает Камеру От Барнаула От Барнаула Садишься на поезд И едешь По Под Степного Так всегда было Я не знал Что он проезжает Мимо По Теряпке На Барнаул Следую Я даже не слыхал Такого Ладно Может я что-то Не знал В прошлом году Мы так и ехали Прямо с Москвы Под Степным Вылезли И все А сейчас все Убрали Опять это Он около Проезжает Но не останавливается Я так-то могу С братьям Снизить Тревогу И доехать Действительно До Под Степного Но я билеты Из Барнаула До Под Степного Тоже не смог Найти сразу Вот в чем дело Там ты найдешь Если так пошло Билеты Я смотрел Для интереса Авиабилеты Так с Москвы Билеты До Барнаула Стоят дешевле Чем этот билет На поезд А там летит Четыре часа Это что Действительно Такие цены Дорогие на поезд Уж не верится Там смотрясь Что и когда Вот допустим Было у меня дорого А сейчас Четыре тысячи Билет Купе Четыре Так это Сказание А я смотрел Москва Барнаул Там сибирские ССВ На Велине Пять двести Рублей Пять пятьсот Если сейчас заказывать На ближайшее Время Пять с половиной тысяч рублей Стоит А тут на поезде Ехать четверо Четыре дня Почти от Москвы И стоит Два раза дороже Как будто бы Непонятно Иногда Можно такие билеты Попасть Взять Самолетные На самолет Сел и все И прилетел Барнаул Не надо тебе там Трястись Я как вспомню Эту дорогу Все Мучение одно Но я один ехал Мне это тяжелее было Ну в принципе Дело ваше Я пока Там благовестие Вот в чем поезда Плюс Благословляются сразу Все станции И поезд У меня две причины Почему я на поезде Во-первых То что я везу Много Поклажи Всякой И за нее платить На самолете Это будет уже Десять тысяч Наверное Ну лодку я везу В подарок И рюкзак И минимум Это килограмм сорок Выйдет наверное Это уже в поезде Ничего не стоит А в этом Сразу же Сдерут Денег Ну а вот то Что ты совет дал Действительно Я думал уже про это До Подстепного Доехать от Барнаула Может быть я так и сделаю Еще Потому что братьям Зачем их гонять Там 20 километров Лучше уж они тогда До Подстепного Там заберут Или сам там дойду Там не недалеко Еще хотел Про Алексея С Украины Вообще никак Не получается Его доставить В Россию Нужны родственники В России Которые дадут Приглашение Либо Там что-то Связано Предприятие Какое должно Пригласить Как рабочего И был такой вопрос Ну предложение Что Барабаша Попросить Ну вот я батюшке звонил Батюшка Я говорит Не благословляю Поскольку Там это Столько заморочки В налоговую там надо Я посмотрел в интернете Там действительно Нужны какие-то Сертификации Какая-то нужна Там Ты должен там Это что Страховка Застраховать его Должен выиспечить Ему зарплату Вот на это время Поскольку он есть Не ниже пророчного Минимума Где будет жилье Это все туда Надо доложить Это все В бумажном виде Все это доказать И только тогда Что-то там Можно Потом себя надо Свою фирму оформить Как которые Ну что она может Принимать Вот иностранцев Ну вообще В общем невозможно Просто невозможно Ему приехать сюда Я даже не знаю Какие варианты Другие Я хочу сказать Я с ним общался Он вообще Ко мне как бы Обращался Ну просто как Человека Который там Близокому По роликам Почти как Духовного наставника Он ко мне так Звонил Ногда Говорил со мной И когда вот Он не смог Пересечь границу Он тоже мне звонил Точнее писал мне сообщение Там срочно Там что-то Там потом пропал В конце концов Мы с ним созвонились Через пару суток Ну у него ситуация Конечно была Но это Ну иначе Как там Святым духом Не был допущен Он там Не в свое время Ну во-первых Он выехал Раньше положенного срока Насколько я понял Сказали их Это дата Молодец на этой дуре Раньше выехал Там А как он выехал Я когда начал Расспрашивать его Как он ехал Он главное Не на поезде Он не поездом ехал В Москву Или никуда там Он не автобусом Как я ехал Он попутками Убирался Там непонятно как Через Харьков Просто там Шел своим пешком Через этот кордон Заграничный И его там Что-то начали ему говорить Нужно какое-то приглашение Там Чтобы родственники были Там кровные какие-то В России Ну это же абсурд Как полнейший Ежедневно Границу с Россией Пересекает Тысячи украинцев Туда и обратно Бесконечно там Потоком Это всегда была Самая оживленная граница Неужели там вели Такое строгое правило Неужели эти все машины Которые при нем ехали У всех родственников В России находятся Это просто Не знаю Может пограничник решил Что этому парню Просто не стоит никуда ехать Может он какой-то там Перебежчик Или кто его Но иначе Объяснить не могу И в итоге Алексей сел Этот Журавлев И поехал Но домой он не поспешил Поехал он сейчас По Украине Поехал во Львов Посмотреть Я говорю Зачем ты поехал во Львов Возвращайся домой Ты хотел там Через Сергея Игнатова Заехать Говорит Да я понимаю Но хотелось вот в Львов Никогда во Львове не был Красивый город Я говорю Ладно Береги себя Деньги при себе храни Там храни в трусах Паспорт Никуда никак Тут поселился Хостеле Что такое хостел Там многоместный номер С кроватями С непонятными Безбожниками Там ночевать Захотелось ему Посмотреть Львов Я говорю Ну ты даешь Но мне еще будут Деньги Говорит Заработать еще Деньги на дорогу И приехать еще Может в июле Ну как бог уж даст Поэтому нужно еще Уточнять По поводу Этого Роспа По моему Там проехать Можно Абсолютно Сейчас свободно Несмотря ни на что Нужно уточнять Я спрашиваю Алексей Это там курируй Пожалуйста Потому что Ну тогда его и не надо Сюда Если он что-то В Львов какой-то Поехал Это что-то вообще Нехорошее дело Да он молодой Еще совсем Я говорю Ты когда покупал билет Ты же в кассе Спрашивал бы У продавщицы У кассирши Как добраться Как в Москву Какие условия Он говорит Ну я не через На поезде ехал Какими-то попутками Там добирался Через границу Прорывался Как какой-то Не знаю Найманец Поэтому не Что случилось у него Нужно было узнавать Все на кассе Просто звонишь И спрашиваешь Любую кассу ЖД вокзала Там любого города Какие условия Пересечения Там границы С Россией И все Будет видно Видишь Я смотрел В интернете И мне вообще С МВД пришел ответ Что ничего не надо Я зашел У меня группа Есть вконтакте Граница называется Украина Белорусская Россия И все пишут Что все Ну что вот Правила такие ввели Я написал Как А как проехать Если у меня нет родственников И мне прям Пишут И такой вариант Предложили Типа ты Медицинский И как бы Ледишь на лечение Регистрируешься В России На лечение Медицинское Какое-то Учреждение Частное А приезжаешь туда И все Отказываешься Просто от этого Вот вы в России Вот такой способ Это больше Нагоняет страху По телевидению Там всякое Разное Люди уже Не знают Чему верить А на самом деле Все попроще Но если с Богом Переедешь Спокойно В эту Россию Даст Бог Сейчас И все Нормально будет Дух Святой Не допустил Действительно Я бы еще Хотел сказать Андрей Говори Ну вот Тоже Относительно Крещения Камеру включи Пожалуйста Я вот Недавно Как раз Прошлое Воскресение Исследовал Как меня крестили Вот Ну я уже Рассказывал Игнатию Тихоновичу Ну еще раз Может продублирую Быстренько То что Крестил меня В общем Архидиакон Который Помогал Вообще Диаконил Патриарха Алексия Второго Который Известен В общем Своей строгостью Относительно Обряда Крещения То есть Он Строго Соблюдал Как я понимаю Троекратное Погружение Но Несмотря на это Меня все-таки Не погрузили Вот То есть Меня пытались Погрузить Но Вот Я удивляюсь Как Как вышло Такое лукавство Что в общем Меня Погрузили До середины Головы А дальше Просто Палили Сверху Вот Ну я Игнатию Тихоновичу Спросил Это считается Или нет Он говорит Что Это не погружение Нужно полностью Ну Тут В общем Я тоже На совет Братьев Это выставляю Этот вопрос Кто как Считает Тоже Я думаю Можно Поразмыслить Ну и Помолиться О том Чтобы Господь Открыл истину Если есть воля Господа Чтобы Совершилось Полное крещение Все Здесь вообще Нельзя верить Ни на одну секунду Даже Надо ехать И принимать Полное погружение Крещения Формула Которая там Произносится Она компенсирует Если будет Какая-то ошибка А ошибка В эту сторону Совершенно не страшна В сторону Вот то Что вдруг Ты там крещен Потому что Голица еще не крещен Крещать сразу Божий А в ту сторону Ошибка страшная И останешься Так не крещен Поэтому тут Даже и рассуждать Нечего Надо принимать Крещение Как положено Ничего не было Как положено Выполнено И все А может еще И деньги заплатили За это Так Я бы хотел сказать Еще по поводу Николая Небольшой совет Ему Ну Как он уж Посмотрит Если ему нужно Собой везти Там поклажу На 40 килограмм Как он говорит И лодку надувную И какие-то еще вещи Это вообще В дороге Когда едешь Особенно один Легче всего на лифте Когда с собой Такую тяжесть Тачишь Это огромный Дискомфорт Я делал как Когда я возвращался Из России У меня была с собой От Игнатия Тихоновича Целая сумка книг Открытым оком И все Остальные книги И с собой Еще одну сумку Тащить Кроме всего прочего Было очень тяжело Поэтому я просто почтой Вперед себе Отправил ее В Украину И когда вернулся В Украину Потом со временем Я ее получил Поэтому может Стоит сейчас Просто взять Почтой России Отправить в Барнаул Это все Поклажу там 40 килограмм Не знаю Сколько она стоит Будет И потом На месте Ее там получить Ахта будет Потом ехать Из Барнаула Потеряевку Там может Они обычно На Левке Возвращаются Тот же Барабаш Игорь Или кто-нибудь еще Игорь Добунов Будет ехать Из Барнаула Потеряевку Просто машина Это все погрузит Эту всю посылку И отвезут ее Потеряевку Это просто Как один из вариантов А там На самолете Долететь Мне кажется Лучше Но если охота По благовесту Прям так Ну благовествуйте Просто и так В самолете Можно благовествовать То же самое И люди Всегда найдутся Такое мое Размышление Так, сейчас Елена Да Включаю Что-то у меня Камера Не включается А вот Хорошее предложение Никита сказал Но не почтой А транспортной Компанией То есть 40 килограмм Это ну я не знаю Рублей 500 Может выйдет 600 Транспортной Компанией Барнаула Можно отправить Я могу здесь Встретить Как вариант Ну там Насколько Это срочно Увести Там Чуть попозже Убрать С кем-то Все у меня Ну Николай Там свяжется Скажет Потом Что Так Виталий Включите Мне звук Пожалуйста Включить Это такое Мы не можем Тебе надо Выйти И зайти Опять Можем Тебя только Выбросить И чтоб Ты зашел Так Выбросили Назад Ты не добавил Я звоню ему Как не добавили Я сразу Выкинул И сразу Звоню Так Андрей Вдовенко Ну ты как Ты По поводу Приезда Я же тебе Писал Уже Не хочешь Вот с Николаем Может 9 числа Поедешь Ну 9 у меня Не получится Потому что Работа На работе Меня Там Не отпустят Без Ну там Заранее Надо брать Отпуст Вот Тогда Третьего Бери И тогда На наш Поезд Попадешь Вместе С нами Юля Ну вот Прошу Молитв Чтобы Господь По воле Своей Устроил Потому что Такие Дела Как мы Видим Они не делаются Без воли Господа И На все Воля Божия Я так считаю Прошу Молитв Будем Молиться Да Сейчас Видишь Такое Время Что Не знаешь В следующем Году Будет ли Вообще Возможность Приехать Уже Столько Препятствий Это уже Даже С Украины Тесты Там Всякие Надо Чтобы Приехать Уже Не Приедешь Даже Вот Я не знаю Как Братья С Украины Как У них Это Все Как Они Будут Проходить Надо Самому Сдавать Как Видимо Будет Не знаю Кровь Или Еще Что Доказывать Что У тебя Есть Ните Тела И Приезжать Так Чтоб Тебе Не Сували Эти Палки В Нос Елена Из Барнаула Расскажи Сегодня На собрании Что Не Было Интересное Сегодня Сегодня Тамара Славская Которая У нас В чате Была Недолго Она Была Но Мы С ней Ездили В Потеряевку На 30 На День Деревни Вот И Я Я Так Поняла Ей Все Понравилось Вот И Ну Мы Чуть Попозже Она Сказала Запишем Ее Впечатление От Потеряевки Она Сейчас Ну Так Как Она Репетитор Она Занимается С детьми А сейчас Время Экзамена Поэтому Она Очень Сильно Занята Вот Ну Вот Сегодня Она Пришла На Службу К нам Сказала Что Все Понравилось Очень Расположена Она Такая Молодец Собрание Я уже Выставила На Занятия Она Осталась Вот Ну И Приняли Ее Хорошо Даст Бог И Прошу Литв Там Ари Чтобы Стала Нашей Сестрой К Окрещению Готовиться Я говорю Так Интересно Было Что Потерявку Мы Ехали Она Была Окрещенная Погруженная Все А обратно Уже Оглашенная Ехала Вот Как Интересно Ну То есть Выяснилось Что Нету Ни Свидетелей Ее Погружения То есть Бабушка Ей Сказала Что Ее Погружали Но Бабушки Уже Нету И Свидетелей Нету Вот Ну И В итоге Она Говорит Мне Надо Все Осознать И Скорее Всего Я Буду Креститься И Вот Сегодня Она Пришла С Я буду Поручителем Вот И Надеемся Что Господь Все Устроит Чтобы Она Приняла Истинное Крещение 11 Июля В этом Году Вот Так Сегодня Игорь Тыбунов Здесь Ли Он Нет Ну Прям Сегодня В ударе На занятие Он Сегодня Нас Смешил Ну Конечно Нет Но Все Равно Такое Занятие Было Приятно Интересно Посмотрите На канале Уже стоит Вот Ну Мне кажется Он тоже За сестру Тамару Переживает И хочет Чтобы Она С нами Осталась Поэтому Он прям Выложился А наш Бедный Вспотел Старался Чтобы Все Понравилось Вроде Все Батюшка Интересную Историю Тоже Рассказал На занятии Ой На собрании Тоже Послушайте Ну Сами Мне так Понравилось И Выложили На канале Проповедь Ну Небольшая Проповедь Иоанна Суворова На день Деревни Точнее Не на сам День Деревни А в субботу Он Служил Вот Всю службу И вот В конце Сказал Слово Ну Я до слез Я просто Прям Стояла Там У меня Слезы Текли Не знаю Тоже Он такой Ревностный Такой Батюшка Очень мне Понравился Вот И что Я еще Заметила Мы с Игнатью Тихольчем Тоже Это Обсудили У Нашего Батюшки Я смотрю Фотографии Это вроде Те же Самые Я говорю Что-то Изменилось А потом Смотрю Там Какие-то Надписи Я говорю Ой Там Стихи Писания То есть На каждой Фотографии Уже Появились Стихи Писания Вот Игнать Тихонович Говорит Наш Батюшка Тоже Взревновал Тоже Если Воздохнете Отец Иоакин Вот Вот так Ну А дяди Одни Деревни Коротенько Скажу Тоже Вот Свои Впечатления Вот Митрополит Приехал Он Вышел Из машины Немножко Такой Как бы Ну Как я Растерянный Может быть Или Тревожный Такой Был Он Поздоровался Со всеми Вот Ну Потом На службе Был И Вот Как бы Проходит Время Я смотрю Он Прям Вот Радость У него Какая-то Радость Его наполняет И он Улыбается Улыбается Потом Он Все Время Улыбался Митрополит Наш Сергий Вот И Вот Такой День Тоже Был Радостный Благословенный Вот И Такой Интересный Момент Был Вот Эти Кто они Фотографы Я так Поняла Что они От Отдел Внутренний Дел Это Или Как Это Сейчас Ну От Полиции В общем Фотографы Это Были Вот И Один Фотограф Зашел А тут Серафима Гавриловна Стоит Она же Не Любит Все Это И Она Как Его Видела То есть Идет Служба Митрополит Служит И Она Так От Него От Отпрянула И Так Громко Ну Как У нее Наверное Фотография Связана С Бесом Там Что-то Как-то Внутри Там Возмущается И Она Там Ой Сын Боже Завопила Так Немножко Меня Откинула Я Подхожу Тише Тише Она Меня Откинула Все Ну Потом Встала Так Это Подальше Чтобы Не Видеть Ничего Ну Фотограф Испугался Немножко Так Он Выскочил В Спортзал Но Там Его Спокоили Говорят Фотографируйте Ну Просто Не Подходите К Бабушке Ну Такое Состояние У Ней Вот То есть Очень Она Этого Боялась И Когда Он Где-то Мимо Проходил Она Прям От Нему Ух Том Как Ну Сатана А Когда Все Вышли Уже И Уже Прощались И Митрополит С Нашим Батюшкой Ну Я Смотрю Они Прям Смеются И Любят Его Она Всегда К Нему Подходит Что-то Там Ему Говорит Вот Она Митрополит Ее Так Вот Взяла И Говорит Серафима Гавриловна Давайте С вами Сфотографируемся С другой Стороны Наш Батюшка Встал То есть Они Ее Зажали Она Завопила Ой Нет Не Надо Я Смотрю Что Она Внутри Ся Сжалась Митрополит Ж Вот И Они Сфотографировались Ну Как бы Это Не то Чтобы Смешно А Это Вот Ну Приятно Что Вот Такие Духовные Люди Они Не Утеряли Вот Этой Детскости Да В душе И Такая Радость Была Все Обнимались Там И Целовались И Фотографировались И В общем Обязательно Все Приезжайте В Потеряевку Но Невозможно Оттуда Уехать И Не Оставить В душе Вот Это Тепло Любовь Вселенскую Ну Вот Наверное Все Спасибо Христос Вот Спрашивают А Саусуаров Где служат В Туле Да Дмитрий Шляев Спрашивает У него Можно Принять Крещение Мне Кажется Можно Дмитрию Дать Телефон Отца И Аким И Отец Аким Там Уже Если Что Спросит И Свяжется Вообще Так Ксения Руку Подняла Ксения Юрова Спасибо Христос Сестра За Хорошее Свидетельство Такое Я могу Добавить Про Бабу Серафиму Тоже Историю Одну Когда я По Теряпку Приезжал С Володей Мы Приезжаем Обычно Раньше На Тихо На Весной Еще Там Ну Как Сейчас Он С Юрием Пахматовым И Шли Мы На Молитву По-моему Вечернюю Я Шариком Гулял Взял С собой Шарика Собаку Нашу Заодно Прогуляться С ним Привязал Прямо Крыльца Деревянные Поручни Когда спускаешься По ступенькам Привязал И он Всю службу Пробовал Баба Серафима Вышла Как увидела Собаку Все Храм Оскверненный Сразу К батюшке Надо освещать Храм Все дела Нечистое Животное Батюшка Успокоил Все нормально Успокойся Но я понял Что так делать Не надо Но я по простоте Привязал Собаку На Поручни Деревянном Чуть Не привел К освещению Храма Как после Язычников Храм Иерусалимский Освещали Там Храм обновления Делали Так Пришлось После этого Бы такое делать Но собака Не вошла Непосредственно Сам Храм Была Там Ступенек Привязана Поэтому Обошлось И другой Раз Рассказывал Мне сын Ее Судя Который Живет Там В Потеряевке Он сам Можно сказать Вообще Неверующий Человек Но хороший Такой Работящий Заказывали Они Как-то Уголь Там Себе На зиму Около Пяти Тон Нужно На зиму Чтобы Протапливаться Там Потеряевки Морозы Лютые Володя Нет Павла Серафима Встала С лопаткой И свои Там Мне было Тогда За 80 лет Тогда Уже Была Такая Сухонькая Старушонка И лопатка Лопатка Практически Все Забросала В одни руки Все туда В углярку Все пять тонн Или там Даже больше Пяти тонн Было И сын Приехал Увидел Ее А мама Что ты Делаешь Как ты Так Зачем Ты Такие Тяжести Нанай Да Ничего Ну такая Бабушка Деревенская Уже Там Ближе К 90 Годам Ее Она В одиночку Пять тонн Угля Закидывает Лопатой Одна Мы с Володей Двоем Закидывали Так мы Здоровые Мужчины Были Нам нужно Там Несколько Часов Для этого Было Такую Усердную Работу А тут Бабулька Одна Бабушка Сестра Мудрилась Вот Значит Деревенская Жизнь Пост Молитва Баба Серафима В этом Сильна Конечно В таких Вещах Но В догматическом Православии Таком Библейском Она Очень Сильно Хромает Временами До сих пор Псалтирь Богородицы Никак Не может Насколько Я знаю Разувериться В том Что Эта Книга Практически Не православная А в остальном Женщина Бабушка Очень Сильная Храни Ее Господь Еще На Много Лет Спаси Христос Да Бабушка Это Интересно Николай Тогда С Виталием Там С ней Тоже Беседовали Письма Насколько Знаю Письма Писали Переписываются Так Мария Кучейко Говори Сестра Она Тоже Рассказать Что Если Возможно Камеру Пожалуйста Ага Хорошо Сейчас Вот Про свою Так Меня Видно Да Про свою Сестру То Что Я Просила Молиться За нее И Вы Молились И Конечно Я Вижу Результат То Что Она Сидела Там На Сайтах Знакомств Она Все Это Бросила Уже Стало Намного Лучше Себе Вести И Все И Такие Нападки У меня От нее Были Что Она Кричала На Меня И Ругалась А Сейчас Намного У нас Стали Вот Тоже Такое Свидетельство Насколько Ваши Молитвы Сильные Вот Потом Про Ольгу Хотела Сказать Что Тоже Чтобы Вы Молились Потому Что Она Военнослужащая Вот Мы С ней Познакомились У меня На Работе И Она Тоже Здесь У нас На Сайте Бывает На Молитвах И Ей Тяжело Так Она Не Знала Еще До Обращения Она Пошла На Эту Работу И Теперь Ее Требуют Прививку Чтоб Она Сделала Иначе Они Рапорт Не Подписут На Отпуск Вот И Ей Конечно Тяжело А Мне Мне Приятно Что У Меня Появляются Новые Знакомые Такие Хорошие И Так Верят Так же Само Как И Я Начинают Потому Что В церкви Такая Тяжелая Ситуация Батюшки И Не Осведомлен О Таких Ситуациях Вот И Батюшка Ну Такой Разговор Пошел Не Очень Приятный Конечно Говорит Так а что Мне церковь Закрыть Если Так Если Все Каноны Надо Соблюдать То Мне Надо Храм Закрывать Вот И Сказал Что Ну Надо Хорошо Одеваться В церковь Благочестиво Но Все Равно Никто Меня Не Послушал А Листовки Которые Там Там В церкви Раздавали Что Нельзя В брюках Ходить Их Просто Убрали И Все Получилось Так что Я Ничего Не Понимаю В этой Системе Вот Такие Вот Такое Свидетельство Но То Что Ваши Молитвы Конечно Очень Помогают Каждый Раз Когда Я прошу Всегда Я вижу Результат Очень Сильный Результат Хотела Вас Поблагодарить За Это Хвала Господу И Господь Не Молитва А Ответ Бога На Молитву Делай Ну Да Видишь Они Скрывают Скрыли Листовки Скрывают Истину Чтобы Не Знали Ее Пусть Остаются Во тьме Лучше Зато Спокойно Все Вот Такой У них Лозунг Написан Великом Инквизиторе Обидно Так Евгений Спаси Христос Братья Мир Всем Хотел Поделиться Радостью Включил Видно Хотел Поделиться Радостью Сегодня Благодарю Всех Во-первых За молитву Кто Молился О перевозе Моего Хозяйства Небольшого Пчел Вот Вроде бы Вчера Все Завершилось Сейчас Они Стоят У меня Тут В 200 Метрах От Участка В лесу Ну Практически Это Так И Вторая Новость Для меня По крайней Большая Радость Сегодня Раздал Первое Красное Евангелие В храме Ну И Благословение Попросил У батюшки На раздачу В храме Этих Евангелий И К моему Удивлению Он Благословил Ну Как мне Показалось Искренне Не знаю Как это Дальше Обернется На следующей Неделе Посмотрю Но Вот Хотел Спросить Вашего Опыта По крайней Мере В этом Вопросе Что Я Предложил Может быть Поставить Какой-то Небольшой Стенд Не знаю Как это Называется Вот Для Выставления Этих Получается Материалов Евангелия Кто Как это Делает Например Ну Помимо Того Что Из рук В руки Аминь Спаси Христос Спаси Христос Ну У нас Мы Тоже В храме Там Раздавали Да и Просто Там Стенд Какой-то Есть Если Там Оставить Там Люди Разбирают Как бы Ничего Такого Нет Праздники Вот Допустим Очень Хорошо Когда Какой-то Праздник Никола Чудотворца Пасха Там Приходит Много Неверующих Людей Которые Там Раз в год Ходят Им Можно Раздать Но Еще Надо Вот Что Обязательно Это Визитки Иметь Чтобы Они Могли Выйти Потому Что Они Даже Получат Евангелие Они Будут Читать Да Потому Что Наше Дело Не Только Еще Евангелие Вручить А еще Чтобы Он Родился А Чтобы Рождение Это Муки Рождения Это Целый Труд Большой Чтоб Человек Родился Согласен Просто По поводу Вопросов Ему Тоже Сказал Если Вопросы Можно Проиводить Занятия Он Сказал Что В принципе Занятия В храме У нас Ведутся С Сентября По Май По Каждое воскресенье Хожу Практически Я Об этом Даже Не знал Что Есть Какие Это Занятия Ну Может Я Виноват В этом Что Не Знал Ну Вот Такое Расположение К Моему Удивлению Я Не Знаю Может Это Только В глаза В глаза Так Говорится Я Надеюсь Что Так И Есть Что Это Было Искреннее Его Благословление Да Многие Батюшки Благословляют Раздавать В храме Так Что Это Такое Нормально Ну То есть На деле В принципе Так Есть Да У Многих То есть Что Против Они Ничего Не Имеют Ну Да Ну Вот Также Еще Походи Бывают Всякие Праздники Где Скопления Или Парки Попробуй Там Это Гораздо Меньше В храме Вообще Там Все Почти Берут А В парках Вот Там Кто Возьмет Ну То есть Меньше Да Вячеслав Я Видел Видео Как Ты Раздавал Спасибо Спасибо Христос Так Брать Еще Есть Кому Что Сказать Виталий У тебя Микрофон Включен Ты Можешь Сказать Микрофон Микрофон Юлия Третьякова А вы В этом Летом Не Не Планируете Приехать В Потеряевку Недельку На две Там Вообще Вот Допустим На время Крещения С Игорем Игорь Третьяков Юлия Третьякова Так Бы Хотелось Тоже Увидеться Так 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 Что Еще Кого Так Дмитрий Да Ездра А Брат Ездра Ты Как В этом Году Не Планировал Приехать Нет По той Простой Причине То Что Я Недавно Устроился На работу И у меня Три месяца Как они говорят Испытательный срок А так Конечно Хотелось бы Приехать Точнее Поехать Ну Понятно Да Только Устроился У меня Тоже Непонятно У меня У меня Повышение На работе В другую Должность Переводят И Это Как раз Впадает С моим Переездом Ну С 4 Июля С моим С поездкой Прям В это же Время Но у меня Отпуск Там По расписанию Но отпуск У меня В другой Службе А не В той Куда Я Переведусь На Бога Уповаю Тоже Это Бог Помоги Господь Всем Тем Кто Едет В этом Году Так Так Ну Николай Давай Никто Нечего Ужас Сказать Давай Говори Чем Хотел Поделиться Ну Прошу Он Виталий Вышел О Виталий Появился Ой Ну Вот У меня Компьютер Выручил Вроде бы Слышно Да Ну Такие Новости Какие Я Езжу Сейчас На приход Но Правда Вот Меня Две Воскресенья Не было И не мог И Отец Александр Говорит Что Сатана Говорит Дважды Уже Мне Угрожал Чтоб Я К Будто Чтоб Я К Не ездил На приход Он Мне Сегодня Такую Информацию Дал Ну Я Не понимаю Как Это Можно Но Видимо Что В этом Есть А Вообще Сегодня Он Я Ему Один Раз Обратную Связь Дал Что Бабушки Дети Базар Устраивают Шепчутся Общаются Потом Когда Священник Причащается Когда Он Причащается В алтаре После Возгласа Святая Святым Это Уже Как Традиция Такая Что Все Начинают Броунское Движение Начинается В храме Разговор И Все Как будто Служба Уже Вообще Кончилась Хотя Нужно Сосредоточиться Потому Что Причастие Будет Тем более Что Там Практически Все Причащаются И Вот Он Ну Я говорю Вот Есть Такая Практика Например У Того же Игнатия Лапкина Что Старший По Храму Есть То Должен быть Старший По Храму Который За Дисциплиной Следит Ну Он Такой Воспринял Это Нормально И Сегодня На Трапезе После Службы Огласил Говорит Вот Такая Идея Есть Как Вы На Это Смотрите И В Принципе Все Добро Дали Согласились Что Давайте Так Вот Поступим Будет Кто Кого Старшего Будем Ставить Он Будет Как То Более Менее За Дисциплиной За Порядком Смотреть Вот Ну Опять же Деньги Нашлись Скоро Скоро Купель Вот Эту Привезут Да Пришлют Кто-то Пожертвовал Денег И Там Она 60 Или Сколько Стоит Тысяч Все Будет Теперь В храме Где Можно Полным Погружением Крестить Так Что Кто Из Сибири Добро Пожаловать Готовьтесь Вот К нам У нас На Занятиях И Можно Будет А Ну Можно Будет Во-первых Потеряевки Крестить Но Если Там Потеряевки Только В июле Как Да Если Там Какие-то Обстоятельства Серьезные Сложатся То Можно В любой Момент Будет Я так Надеюсь Вот В Омске Покрестить Полным Погружением Как положено По Писанию То Что То 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 есть Это Можно Нужно Иметь Ввиду Что Можно Вот Такая Такая Возможность Будет Вот Ну И Все Видимо Ну Я ему Предложил Говорю Давай Вот Хотя Бо Кто Желающий После Службы После Трапезы Остается Мужики Там Женщина Кто Хочет И Будем Хотя Бо Час Сколько Там Вот Это По Слову Боже Заниматься Да Да Давай То То Ну Как Хорошо Именно По Тексту Идти Я Да Конечно Не Знаю Нет Нет Именно Пособие Знать То Чему К чему Клонят К чему Все Идет То То Там Как бы Надо Самому Догнать Во первых Вообще Лучше С Игорем Особенно Пообщаться По этому Поводу Чтобы Последовательность Это узнать Это Не То То Пособие По Марку Могут Вести Только Прям Очень Подготовленные Брать Мне Очень Трудно Даже Вести Почему По Раква Красная По Феофилакту Да Нет По Пособию Есть Просто Имеется Ввиду Что Тот Кто Ведет Он Должен Очень Хорошо Знать Вот А Там В принципе Можно Идти Догадаться У нас Посмотри У нас Занятие Записано Там Ты Увидишь Все К чему Клонится Там Надо Раскрыть Что Ты Чтобы Верующий Человек Это Не Просто Понимаешь Ну То Есть Показать Какие Иудеи Они Тоже Были Верующие Почему Они Не Приняли Христа Как Как Они Его Не Узнали То Есть Для них Учение Было Такое Что Христос Они Верили Его Ждали Но Он У Них Был Другой Они Его Представ Все Все Толкования Все Было Поставлено Что Это Другой Будет По Другому Все Поняли И Также Сегодня Что Ты Сегодня Не Того Христа Знаешь Которого Какой Реально Евангельский Христос Это Все К Этому Все Подводит И Еще Много Много Таких Вопросов Там Рассуждения Такие Там Надо Долго Рассуждать Над Одним Очень Хорошие Это Самое Лучшее Считаю Пособие Которое Я К тому Что Также Молитва Сильна Отзывы Дают Все Сестра Сегодня Хороший Отзыв Дала Так Что Воздохните Тоже Что Пошло Хоть Какое Подобие Будет Евангельской Библейской Общины По Слову Божьем Вот Так И Еще Есть Желание Такое Заработать Ну Какую То Сумму Нормальную Сколько Там Надо Узнать Надо Посчитать Какая Сумма Нужна Для Хотя Бы Переиздания Красных Иванов Красного Нового Завета Трехтомника Какая Сумма Нужна Есть В принципе Возможность Заработать Тоже Молитв Прошу Мы С Виктором У нас Виктор Есть Еще Макаров Вот С ним Вот Чтоб У нас Получилось Все И Вот Сколько Нужно Только Посчитать Сколько Нужно Какая Сумма Нужна Чтоб Ориентироваться Ну Какая Миллион Тридцать Не Ну Это Вот Наш Вот Пальцем Небо Надо Конкретно Посчитать Узнать Какая Сумма Нужна Ну Там Зависит От количества Ну Видишь Я Как Понял Чем Больше Печатаешь Тем Меньше Потом Каждая Книга Стоит Объем Да Да Типография Спросить Ну вот Типография Хорошая Как я Понял Барнаульская Вот Это Хорошо Они Сделали Все Так Здорово Если Они Повторили Вот Прям Один В Один Вот Эти Все Закладочки Ну Все Хорошо Действительно Потому Что Отзыв Игнать Игнать Говорит Что Говорят Что Очень Качественно А В Китае Дешевле Всего Там Исправлять Надо Если Будет Там Надо Исправлять Книги Там Есть Ошибки Ну Да Вот Насчет Ошибок Конечно Да Ну Потому Что Понятно Почему Ну Спаси Христос Как-то Так Раз В Пять Точно Дешевле В Китае Ну Хороший Ну Вот Если У кого Есть Возможность Узнать И Пробейте Вот Именно По Деньгам И Вот Надо Несколько Вариантов Знать Сколько Это Все Потому Потому Что Нет Как Я Понял Вот Есть Я Вчера Разговаривал С парнем Он Кстати Как Сергей Парализован Но Не До Такой Степени Хотя У него Ноги Не Ходят То Нижняя Часть После Таза Вниз Туда Не Работает Человек Вот Я Вчера Его Добавил К нам В группу Он И Никитой Общался Вот Так Что Он Говорит Есть Желание Приобрести Но Видимо Нет Возможно Да Вот Красная Даже Красная Да Вот Нет Возможно Уже Отправлять Только Полностью Если Весь Это Да Весь Комплект Ну Вот Я К тому Что Уже Нет Физическом Физических Книг Уже Нет Хотя А Спрос Есть Спрос Есть На Эти Красные Книги Отошел Никита У тебя Микрофон Выключен А Виноват Насчет Красных Евангелий Это Хороший Шикарный Подарок И Действительно Дорогой Но Они же Были По большому Счету Они Были И Потому Что Я Об этих Евангелиях Еще Не знаю То Что Есть Игнатия Тихонич Они Я В первый Год Своего Веревания Я Покупал Есть Отдельная Книга Они Остались У меня Все В Барнауле Там В одном Томе Большом Четверо Евангелия С толкованием Блаженного Фафилакта То есть Точь Точь Одно И то же Только Без комментариев Игнатия Тихонич И без Иллюстраций И отдельная Книга На Там Апостолы Деяния Все Побольше Такая Коричневая Там Тоже Точь Точь Все Только Без комментариев Толкования Они Продаются Везде И в Украине И в России Они Дешевле Стоят Конечно Это Как Альтернатива Там Правда Нет Откровения Отдельно Хочешь узнать Оттолкование Откровение Это Уже Отдельно Но Это Уже Для Таких Богослов Которые Не Первый год Библию Изучают Да Написали Есть Эти Евангелия Они Игнатих По этим Толкованиям Он Создал Свой Трехтомник На Основе Полностью Просто Добавил Свои Комментарии И Иллюстрации Поэтому Их Можно Купить Если Нет Денег Больших Нет Возможность Заказать Красное Евангелие Находишь Вот эти Тома Вот эти Издания И Пользуешься Ими Наравне Как с Этими Фактически Почти Ничем Не Отличается Только Может Там Где-то Может Церковно Славянским Каким-то Там Перемешано Будет В текстах А так В принципе Тоже Одно И Тоже Потому Что Красное Евангелие Ну Хорошая Но Себя Как бы Не Оправдывает И Никита Тысячи Экземпляров Развел По всей Стране И Какой Отклик В Европу Ездил Отвозил По Библиотекам По всей России Сколько Денег Было Потрачено И Когда-то Окупилось Это Все Сума Никит Ты Че Как Не Оправдывает Ты Че Говоришь Так Как Не Оправдывает Очень Даже Оправдывает Может Берет И Один Забир Киевской Библиотеке В Львовской Где-то Там Ну Они Там Думаю Стоят Просто Ждут Своего Лучшего Часа На Всякий Случай Как Сказано Но Чтоб Не Было Оправдание Тем Кто Им Не Воспользуется А Если Нет Денег Вот Покупаете И Вот Издание И Спокойно Можно Найти В Интернете И И Пользоваться Что-то Ещё Сказать Библиотеки Мне Кажется Берут Надо Сходить В Библиотеки Посмотреть Вообще Чё Там Как Книги Геннадий Стихнич Разбираются Мне Кажется Представляешь Вот Ты Приходишь В Библиотеку И Ты Вообще Ничего Не Знаешь Ты Просто Пришёл Кую Книгу Взять И Ты Увидишь Такая Красота Какая-то Книг Непонятных Вообще Кто Это Чего Это И Любой Человек Который Никак Не Связан Даже С Православием Вообще Начнёт Читать И Он Увидит Что Что-то Во-первых Непонятное Что-то Очень Интересное Даже Не Про Красные Книги Вообще Про Ответы И Заинтересуется Вот Так Если Представить Действительно Очень Интересно Попасть Представишь Там Какие-то Вопросы Такие Ответы Там Вообще Отвечаешь Вот Если Ты Не Верующий Ты Прочитаешь Эти Ответы Вообще Он Ссылается На Божественное Писание И Так Уверенно Говорит Что Никогда Не Слышал О Таком Вот Ты Сказал Я Об Этому Подумал Для Этого Случа Нужно Каждому Каждому Город Где живут Христиане Настоящие В своей местной Библиотеке Просто Проверить Каждая Библиотека Что Был Такой Отдел Религиозной Литературы Христианской Самому Его Наполнять За свои Деньги За своих Архивов Туда Наполнять Божественными Книгами И Тогда Если Все люди Занимались Бы По всей Стране Нашей Большой Все Верующие Чтобы Каждая Библиотека Своего Города Наполняли Духовной Литературой Какой-то Тогда Может И не пришлось Совершать Такие Поездки Огромные И тратить Такие Деньги Игнать Тихонович Молодец Он такую Работу Совершил Даст Бог Может Оно Окупится А так Альтернатива Есть Я уже Сказал Какая А Насчет Храмов Есть Такой Юморной Случай Ну Не очень Смешной Конечно Как Бедные Православные Становятся Заложником Своих Привычек У нас Здесь В Борисполе Один Как бы Храм Даже Не храм Это Просто Был Один Такой Большой Дом Но Как Хата Такая Большая Ее Видать Переделали Как бы Под Богослужебные Нужды Она При Монастыре Она По площади Ну Думаю Даже Более Будет Чем Барнауле Ну Или Около Того Как Барнауле Примерно У них Находится Вот Домовая Храм Вот Церковь Такого Же Размера Но Там Набиваются Постоянно Особенно По воскресеньям Народу Просто Битком Они Набиваются Там Как Сельди У бочки И Там Решает Просто Нечем Они И люди Там Каждый раз Каждый раз Кого-то Попадает Приезжает Скорая Или Бесскорая Человека Кого-то Выносят Просто Он Не выдерживает Там Находиться Настолько Там Душно И Главным Душно Почему Потому Что Там Коптят Свечи Свечи Как Известно Огонь Питается Кислородом Кислород Полностью Этими Десятками Свечи Там Выжигается Люди Еще Дышат Из себя Глекислогаз Как Я не знаю Чем У них Выходит Из легких Я Сегодня Стоял Там Пришлось Там Побывать И Вижу Какая-то Женщина Ломится Со Свечкой Очередной Туда И Просит Меня Я Отошел Она Поставила Эту Свечку Я Говорю Успокойтесь Уже И так Дышать Нечем Она Ну Так Теплише Будет Мы Привыкли Нужно Поставить Свечку Такая Жертва Богу То Что Она Куплена То Что Она Не Чистая Уже Не Име Значения А То Что Твой Ближний Волморок Падает Из-за Обилия Свечей Которые Выжигают Кислород Потому Что Помещение Большое Потолки Там Низкие В Арнауле Там Потолки Повыше В том Доме А Там Низкие Потолки Там Кислород Выжигается Людьми Вдыхивается Свечами Люди Просто Падают Постоянно Там В обморок Настолько Там Условия Не Приспособлены Для Богослужения И Все равно Православные Эти Окаяны Нужно Свечу Поставить Он Пришел Уже Зря Пришел Туда А Я Стою Думаю Вот Эта Любовь К Ближнему Ради Ближнего Твоего Чтобы Он Не Упал В Оморок Перестаньте Свечи Туда Тыкать Уже Некуда Они Туда Жгут И Жгут Эти Костры Там Внутри Думаешь Вот Это Да Вот Это Любовь К Ближнему Убрали Бо Эти Все Свечи Торговлю И Дышать Было Побольше Чем Нужно Об этом Тоже Подумать Все Если Все Закончили Можно Немножко Поэзии Буквально Я Еще Скажу Объявление Пожалуйста Да Я Видео Включила Не Знаю Видно Или Нет Пока Не Видно Не Знаю Включила У меня Тут Рука Не Включается Ничего Не Включается В общем Я Хочу Просто Если Помните Где-то Два Или Три Месяца Назад Около Трех Месяцев Назад Я Сбрасывала Объявление Девочка У нас Там В школе Где Я работаю Девочка Заболела Онкологией И Родители Объявляли Сбор Средств Для поездки За границу В Швейцарию В Цюрих Они ездили Ну и кто-то У нас тут в чате Наверное Участвовал в этом Помогал Средствами Средствами Вот Ну они приехали Лечение Прошло там Какое-то Щадящее Лечение Было У нее Рак головного мозга Девочки София Может помните Молились За Раковицу Софию Вот Ну Речение Прошло Благополучно Где-то Они там Месяц Или больше Были Немного Вернулись Назад Фирма Им На полтора Месяца Дала Бесплатно Лекарств Еще на полтора Месяца С собой Если все Лекарства Подойдут Если все Препараты Ну там Как-то Их очень надо Аккуратно Давать Чтобы ни с чем Ничего не Смешивать То есть там Целая процедура Такая Очень Аккуратно Надо в перчатках Таблетки Ну если Препараты Эти подойдут То Потом Опять Нужно будет Вернуться туда же Назад В Тюрих Для продолжения Лечения Ну я так Понимаю Что это Долгая песня Это долгое лечение Но пока Они довольны Всем Пока вот Лечение идет Девочка Серьезно больна Ну просто Хотела сказать Вам Я могу Сбросить Ссылку Там мама Говорит В инстаграме Она рассказывает Что и так Там Восемь минут Восемь минут Ролик Где-то Она рассказывает Могу сбросить Послушайте Как лечат За границей Как там Что Ну все У меня Сейчас еще Николай Хотел что-то сказать Ну хорошо Я тогда Может быть Начну Чтобы не забыть Сейчас кратко Потому что Говорили Значит Виталий Ты хлеб Испек Первый вопрос Принес на трапезу Я отдал Отцу Отцу Отдал Потому что Там небольшая Там Нас там Много Кому Там Не хватит Я просто Батюшке Отдал Понятно У меня Но он Он тогда Успокоился Но Ну то есть Просто Видит На стреноге Телефон Уже все Паник У всех Ну и В общем Тоже Старший по храму Должен знать Как себя вести И выводить И выводить Людей Молча Если они Не понимают А так Знаками показывать Что там Тихо Там Молитва Идет Сейчас Молимся Ну то есть Не болтать А то Они эти Старшие по храму Они думают Что они тут Просто Это их дом А не дом Божий И они творят Чего хотят Здесь Неважно Там Молятся Здесь Не молятся Люди Это вот Непосредственно Со мной Было На днях Потом Про трехтомник Про деньги Ну и У меня Много Типографии Есть Разных Какая Разница Тебе Сколько Это Стоит Сколько Заработаешь Сколько И напечатаем То есть Тут Особо Можно Не Просто Среди Запросы Дать В разные Типографии На Разный Тираж И Будет У тебя Понимание Тут Я бы Не Сосредотачивался Заработал Ты 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 Книгу Напечатать Заработал Пять Можно Напечатать Три Книги Предположим Ну и Так Далее Там Пять Книг Вообще Про книги У меня Мысль Такая Что Можно Накопить Человеку Который Желает Десять Тысяч Рублей Примерно И Купить Себе Электронную Книгу И Загрузить Туда Хоть Трехтомник Хоть Что Хочешь Золотоуста Всего Электронная Книга Там Электронные Чернила И Глаза Не Устают Так От Компьютера Это Тоже Альтернатива Не То Понятно Что То Что Никита Сказал Да Благовестник Это Очень Хорошая Но Там Действительно Нету Откровения Отдельно Надо Открывать Тоже И Комментариев Нету На современный День Который Ценный Очень Так А По поводу Своих Новостей За неделю Ну Тут Уже Многие Знают У меня Тут Благодаря Нашему Сообществу Я Вот Этот Неправильный Совет Свой Осознал В чем Была Неправильность Конкретно Что Я Волю Божию Исключил Из То есть Я Неверие Проявил Волю Божию По сути дела Посоветовав Что-то там Не сказать Полностью Священнику И Сегодня Я Пришел На Исповедь К Священнику Которого Я ни разу Не видел Пошел Вообще В храм Где Я ни разу Еще Не молился За Богослужением Здесь Не так Далеко От Дома И Первый Раз Подошел К Священнику Там Ирей Игорь Его Зовут Как Сказал Куда Не брось В Наташку Попадешь У нас Тут Тоже Два Храма Рядом И там Ире Игорь И там И там Вот Прошу За Нем Помолиться Потому Что Я Ему Исповедовался И Сказал Что В том Числе Вот Это Рассказал Он Говорит Да Это Все Не Важно Не Важно Это И Это Говорит Формально Это Все Так Крещение Это Все Формальное Это Все Нам Это Все Образное Не Важно Чтобы Так Было Я Говорю Так Если Это Не Важно Было Тогда Священника Не Извергали За Это Дело Канон Ну Вот Это Не Важно Это Не Важно Без Веры Вообще Крестить Ну Нет Про Веру Мы Не Говорим Мы Сейчас Говорим Про Воду Тока И У Них У Самих Негде Там Крестить Только Вот Эта Чаша Стоит И Потом Но Я Уже Смарю Бесполезно С ним Тем Более Исповедь Идет Там Зачем Мне Надо С ним Что Там Прение Ну То То Есть Он Сво Говорит И Говорит И Потом Я Уже Отошел С Соглашенными Вышел И Потом Уже С Проповедь Шла Я Подошел К Этому Священнику Уже И После Проповеди Мы С Ним Поговорили Ну Кратко Там Еще Какие То Были Молитвы Уже Для Благодарственные Я думаю Уже Дочитывали Даже Даже Благодарственные Кстати Не Слышал Там Уже В Суть Такая Что Сегодняшнее Чтение Евангельское Там В Храме Не Дочитали Немножко То есть Сегодня В Церкви Последние Несколько Стихов Не Дочитывается И Там Я Открывал Пока Выходил Соглашенными И Прочитал И Сказал Иисус Евангелие Таана 9.39.41 На Суд Пришел Я В Мир Сей Чтобы Невидящие Видели А Видящие Стали Слепы Услышавшие Это Некоторые Из Фарисеев Бывших С ним Сказали Ему Неужели И Мы Слепы Иисус Сказал Им Если Бы Были Слепы То Не Имели Бы На Себе Греха Но Как Вы Говорите Что Видите То Грех Остается На Вас И Часть Толкования Я Маленькое Прочту Вот Это Меня Зацепило Прямо Что Так Как Вы То Если Бы Были Слепы То Не Имели Бы На Себе Греха Но Так Как Вы Говорите Что Видите То Грех Остается На Вас И Феофилак Нам Тут Поясняет Что Вы 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 Даете Себя Самих Заразумных И Опытных В законе Посему Вы Себя Осуждаете И И И И И И И Грех Больший Потому Что Грешите Сознательно И Вот Это Я Прочитал Ну Даже Без Столкования Ну Просто Уже Ну Открыто Было Мне Значение И Я К Нему Вот Как Раз Подошел После Этого Еще Важно Сказать Что Почему Я Еще Подошел Произошло Необычное Событие Когда Исповедовался Я То Голову Положил На Евангелие Ну Там На Крест Или На Евангелие Обычно Кладем Голову И Петрохилю Накрывают Нас Я Положил Голову На Евангелие И Когда Я Прочитал Молитву Разрешительную Я Поднялся И У Евангелия Одна Застежка Вот Так Откинулась Откинулась Ну Я Первый раз В жизни Такой Вижу Чтобы Она Приоткрылась То Есть Одна Еще Закрытая Осталась А Вторая Откинулась И Вот Это Я Совместил Еще Со Стихом Который Я Прочитал Который Не Читался Сегодня В церкви Но Это Можно Было И До Этого Уразуметь О Чем Речь Что Люди Знающие Закон Но При Этого Сознательно Его Нарушающие Они Осуждают Себя На Больше Грех То 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 Творят Они Больше Грех И И Вот Это Я Совместил И Думаю Нет Надо К Нему Подойти И Сказать Ему Прямо И Подошел Ему Говорю У меня Сегодня Ты Просто Так Господь Устроил Нашу Встречу Здесь И Чтобы Я Вам Сказал Об Этому И Зачитал Место Писания Ну И Он Начал Оправдывать И Потом Я Еще Сказал Ему Так Про Луку Крымского Сказал Кратко И Там Он Молился Еще Периодически Какие-то Возгласы Давал Там Господу Помолимся Я Молился А потом Кратко Продолжал Разговаривать И Он Постоянно Вот Это Не Так Важно И Прочее Но Поверь Да Безусловно Важно Он Сказал Ну И В общем Не Принял Он Это Дело Как Не Согласился Ну И Я Просто Взял И Отошел От Него Все И Помолился Вышел Из Храма Ну Вот А Я Ему Говорю Такое У вас Часто Ли Бывает Чтобы Евангелие Приоткрывалось Вот Здесь Он Мне Говорит Ну Это Да Бывает Такое Я Говорю У меня Впервые В жизни Такое И Мне Как Было Как Я Это Воспринял Что Ему Господь Сейчас Через Меня Стучится Он Пытается Открыть Евангелие Ему Через Меня Этому Священнику Чтобы Он Не Выдумывал От Себя По Слову Божию Жил И Вот Такой Символический Случай Было Еще Там Ходила Девочка Не Знаю Сколько Еле Ангелина По Моему Звать Я Потом Выяснил Это Я Тоже У меня Прямо На Сердце Было Сказать Потому Что Она Ходит Постоянно И Свечи Вынимает Внимает Свечи Но В церкви Я не стал Ничего Говорить А потом Я Радостно Уже Выхожу Чтоб Господь Позволил Сказать Священнику Этому А он Седой Такой Все Ну То есть Не просто Какой-то Молодой Там Парень Нет Он Уже В летах И Выхожу Я радостно И стоит Бабушка С этой Девочкой Ну Я говорю Это Ваша Внучка Она Говорит Да Ну Я говорю А Чего Она В храме Ходит Во время Богослужения Особенно Когда Читается Евангелие Это Вообще Замереть Надо Стоять И слушать А девочки Я не знаю Лет Может Девять Вот так Или Ну Так Примерно Девять Двенадцать Она Говорит Она У нас Говорит Марфа Ну То есть Заботится О многом Имеет 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 Ввиду Я смотрю Бабушка Непростая Ну То есть Отвечает Так Как Обычно Не отвечает Во-первых Не озлобилось Что-то Меня тут Кучить Сдумал Мою внучку Во-вторых Отвечает По писанию Думаю Ну Так Говорю Ну Хорошо Марфа То Марфа А Сказать То Ей Можно Да Я Говорил Уже Ну Ну Все Говорю А Как Звать По Ангелина Ангелина Я Говорю Я Уже К Ангелине Обращаюсь Я Говорю Ну Все Теперь Уже Дядя Подошел Сказал Ты Уже Теперь Не можешь Сказать Что Не Слышала Я Говорю Ты Евангелие Когда Читают Ты Стой Смирно Никуда Не Ходи Там Все Что Читают Это Тебе Полезное Для Научения Будет Ну И Бабушка Мне Пояснила Что Она Из Неверующей Семьи Девочка Дают То На выходные То Просто В Храм Сходи С Ну И Как Прошло Давай Еще На Молебен Останемся Ну А Это Вот Такая Ну И Все Вот Помолитесь Тоже О них И О Священнике Об Этому Игоре И Об Этой Ангелине С Этой Бабушкой Потому Что Они Уже Из Храма Шли Потом Я Слышу Она По Месту Евангельскому Про Исцеление Слепого Она Ей Говорит Там Ну То Явно Это Бабушка Такая Ревностная В этом Плане Старается Вложить Вот Вот Такие Вот У меня Новости Если Вкратце Слава Христу Что Терпит Еще И Благословение Тут Я вижу Явное Что По Ремонту У меня Тут Сдвинулось Капитально Сейчас Вроде Дело Налаживается Чтобы Я Уехал Не Чтобы За мной Мосты Горели А Спокойно Уехал Доделав То Что Наметил Прошу Тоже Молитвы Об этом Деле Вы Словите Господь Николай А я Вам Там Сбросила Материал По Крещению Погружением Вы Смотрели Вам Что Понравилось Спаси Христос Я Еще Не Смотрел Я Тут Даже Молитву Стал Сокращать У Настолько Тут На Себя Нагрузил Я Сейчас То Что Вы Сбросили Я Это Загрузил На Google Я Сейчас Пришлю Там Хорошая Подборка Даже По Одним Названиям Я Еще Посмотрел Я Еще Пока Не Смотрел Но Я Вижу Что Подборка Хорошая Я Сейчас Всем Скину Это Дело Сюда То Что Ирина Там Все Что В Интернете Я Нашла По Погружение Именно На Тему Погружение То Что Крещение Должно Быть Погружением На Эту Тему Все Что Я Нашла В Интернете Я Все Это Собрала И Вот Священнику Я Это Все Было Принесла Не Знаю Читал Он Или Нет И Говорила Ему Это Надо Заниматься Читать Может Быть Евангелие Для Вас Открылась Я Вот Подумала Да Это Точно И Для Меня Не Для Священника Вот Вы Говорите Евангелие Открылся А Для Вас Именно Да И Я Прошу Вас Прощения Если Я Вас Чем То Задел Во Время Обсуждения Тоже Меня Простите Потому Что Но Тем Не Менее Поговорить С Вами Лично Выйти Когда У Вас Будет Время Потому Что Там Другое Еще Есть Что Хотелось Обсудить Но Поэтому Просто Прошу Простите Если Где То Я Вас Потревожил Излишне Бог Простит Я Прощаю И Не Обижаюсь Нет Мы Мы Братья И Сестры Мы Друг Другу Должны Помогать Просто Немножко Надо Быть Как Это Сказать В Обращение Культурнее Не Торопиться Просто Надо И Все И Все Встанет Николай Небольшую Ремарочку Я Ирина Мне Обещала Аудиенцию Я Жду Полгода Поэтому Через Следующие Полгода Может быть И Ваша Очередь Дойдет Спасибо Христос На Следующей Неделе Мы Будем Беседовать А потом Потом Не знаю Потом У меня Отпуск Я Не Отказываюсь От Общения Но Есть Некоторые Препятствия О Кстати Хорошая Мысль Я Напоминаю Всем Игнать Тихонович Просил Через Меня Все Знают Об Это Я В Личку Каждому Написал Многие Вообще Просто Не Ответили Это Не Я Прошу Еще раз Говорю А Наш Отец Духовный Так Что Как-то Так Не Знаю Да Пап Давай Все Закончили Мы Давай Завершай Туда Хочу Всех Поблагодарить За то Чем Поделились И Поделиться Немножко Пришедшим Со мной И Пришедшим Мне Молитвы И стиха Что-то Это Плохо Слышно Так 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 Слышно Так Лучше Так Лучше Чудо С нами Совершается Ежесекунда Не всегда Оно Вовне Но чаще Сего С нами Вновь Чудо Я Практически Ежедневно Над собой Ощущаю Иногда Делюсь Я Пред Тобою Ниц Господь В слезах Упал В радости Распласт Ведь Ты Спаситель Мой Христос Не дал Погибнуть Напрасно Непостижимой Эстези И Всякой Твари Детворя Наставляешь По любви Правде Строго Получаешь Как Пред Тобой Я Виноват Нечислим В Описании И Ныне В сутки Пас Сто Крат Молю Исправь Дай В горниле Слово Твоего Что Недалек Идущие По Вечности От Адской Смерти К Дому Бога Вот так Хотел Нагрошить Братья Прошу Прошу Быть Наблюдатель Вокруг Нас И Внутри Нас Творится Чьи Господни Спаси Христос Стихотворение Ты там Сбрось Которые В общий Чат Ну все Тогда Братья Помолимся Завершим Собрание Виталий Споешь Ангел Вапиаши И Помолиться Так Ну я тут Майки Так Господи Благослови Сейчас Я Один Ангел Вапиаши Благодат Нечистая Дева Радуйся И Пакирику Радуйся Твой Сын Воскресе Три Дневе Над Гроба И Мертвое Воздвигну Вы Люди Веселитесь Светися Светися Новый Иерусалим Слава Бог Господня На Тебе Восия Лик Уй Ныне И Веселись О Сионе Ты Жи Чистая Красуся Богородице А Восстание Рождества Твоего Читать Да Да Господи Слава Тебе За все Милости Ищедроты Твои За каждое Мгновение Моей Жизни За скорби И за радости За друзей И за врагов За 25 Марта 2016 Года В Который Ты Через друга Твоего Игнатия Возвестил Мне волю Твою Святую За отца И мать Господи Благослови Их И даруй Добрый ответ На страшном Суде Твоем Господи За наше Братство Благодарим Тебя Словословим За отца Игнатия За отца Иакима За Барнаульскую Потерявку И нашу Интернет Общину Господи Благослови И в деле Благовестия Спас Фешист Господи Просим Тебя О епископах О священниках Положи На сердце Право Править Слово Твое Истинное Благослови Народ Твой Израильский Расположи У мечи Сердца Для принятия Истинного Мести И Христа Бога Нашего Господи Приготовь Вселенную К великим Игрозным Испытаниям Грядущим На нее И уже Начавшимся За оставление Слова Твоего За попрание Святых Твоих Божественных Животворящих Заповедей Господи Распусти Нас С миром И благослови На следующие Встречи Для прославления Имени Твоего Святого Отца Сына И Духа Святого Аминь Спаси Христос Аминь Никита Ты не сможешь Занятия провести? Почему бы нет? Все Хорошо Где мы там Закончили Сейчас Поищу Где закончили Хорошо Ну отхожу Сейчас День День Слон День 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 Продолжение следует...